Здравствуйте! В эфире новости. С вами я, Алина Узабурсиитова. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Город-собиратель, город пользы. 237 лет со дня своего основания отмечает сегодня Симферополь. С этой датой жителей крымской столицы поздравил глава республики Сергей Аксенов. Наш город гармонично сочетает в себе историческое наследие и современность, является важным экономическим и культурным центром юга нашей страны. Но главное его богатство – это люди. Трудолюбивые, патриотичные и гостеприимные. Крымская столица развивается и преображается вместе со всей республикой. Симферополь-именинник, тысячи горожан и гостей крымской столицы сегодня участвуют в соревнованиях, квестах и концертных программах. Как за несколько сотен лет поменялся Симферополь и за что его любят, узнал Дауд Чахалов. Энергичная зарядка под ритмичную музыку. Утро начинается бодро. Настроение – огонь. День рождения Симферополь обзавелся еще одним парком у Дворца культуры и профсоюзов по улице Киевская. После торжественного открытия зарядка с Ольгой Тарубаровой для всех желающих. Начать день с позитива, да еще и в команде министра республики, такую возможность оценили и горожане, и гости города. Утренние занятия на природе – лучший способ оздоровиться и поднять настроение. Сюда приходят с семьями, в компании друзей. Я пришел на зарядку утром в парк ДКП Гаринский. Сегодня еще совпало, что сегодня день города Симферополя, поэтому поздравляю город Симферополь с его днем. Желаю им процветания новых парков, новых зданий, новой инструктуры, новых дорог обязательно. Алена Макунина пришла в новый парк с детьми. Вы знаете, Симферополь приобрел невероятную красоту. Открылось огромное количество парков, красивая набережная, большое количество детских площадок, строится спортивный комплекс. Я хожу и влюбляюсь вообще в каждый уголок этого прекрасного города. В праздничный день для всех желающих были доступны развлечения на любой вкус. Лазер-так, лазерный бой, аттракционы, качели и даже экстрим. Посетители парка стали участниками старта соревнований на маленьких велосипедах BMX и скейтбордах. Фанаты этого ждали долго. Зарядка прошла, двухдневный фестиваль. Всех приглашаем на прекрасное мероприятие, занимаемся спортом. И от общественного совета хотелось всех поздравить жителей города Симферополя, жителей столицы, гостей с прекрасным нашим праздником, с Днем города. Всем хорошего настроения, процветания. Общегородские зарядки в Симферополе стали уже традиционными. Поклонников здорового образа жизни становится все больше. Сегодня, безусловно, очень радостный день для нашего города. 237 лет празднуют лучший город планеты Земля Симферополь. И, безусловно, большое количество мероприятий радостных проходит. Надеемся, что эта площадка станет центром притяжения для всех горожан и гостей нашего города. Поздравления звучат отовсюду и даже с борта Международной космической станции. Мы поздравляем вас с Днем города. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, а вашему городу плодотворного развития. Позади 237 лет. Впереди новая страница истории, которую все вместе мы обязательно разукрасим только яркими и позитивными красками. 95 человек выздоровели от коронавируса за истекшие сутки. Ковид подтвержден у 109 пациентов. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Всего в Крыму с начала пандемии выявили почти 44 тысячи случаев коронавирусной инфекции и выздоровели свыше 40,5 тысяч. За сутки скончались 6 человека за весь период 1380. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. На территории республики сохраняется масочный режим. В Симферополе прошло первенство по карате среди детей и юниоров от 7 до 14 лет. Соревновались в двух дисциплинах – ката, демонстрация техники ведения боя и сам спарринг. Первенство даст возможность лучшим спортсменам попасть в сборную города и в следующем году представить крымскую столицу на республиканских и всероссийских чемпионатах. Все боевые виды искусств у нас очень хорошо и динамично в Крыму развиваются. Сегодня инфраструктура растет, развивается. Не теми темпами, как хотелось бы, но тем не менее, разительно отличается от того периода застой, когда наши дети находились в подвалах и занимались в непонятных школах. Сегодня это поставлено на широкую основу. Хорошие качества, тренера, судейская команда отличная. Турнир приурочен ко дню города. Карате в республике развивается, как и спорт в целом. Строятся различные здания, сооружения, дороги, школы, детские сады, спортивные площадки, детские площадки. И понятно, что федеральные вливания сегодня идут и в Крым, и в Санкт-Петербург. И благодаря руководству главы республики все это очень рационально используется. Первый кубок командующего Черноморским флотом по боксу разыграли в Севастополе. В ринге, установленном на Аграфской пристани, за престижный трофей боролись 18 боксеров, представивших совместную команду Крыма и города-героя. А также российскую студенческую сборную. Бескомпромиссные поединки под аккомпанемент прибоя видел Тарас Брезицкий. На Графской пристани в Севастополе жарко, как нигде на всем полуострове. Причина не только лета, сменившие весну уже неформально, а по-настоящему, но и спортивные баталии в 200 метрах от памятника Нахимову. Прямо под открытым небом. Кубок командующего Черноморским флотом по боксу в Севастополе проводится впервые. Однако это вовсе не значит, что история города-героя тесно не переплетается со спортом для настоящих мужчин. К примеру, именно здесь 9 раз разыгрывался международный турнир Кубок Черного моря. Вручали 12 олимпийских лицензий. Изюминка всех севастопольских боксерских турниров в расположении ринга. Вернувшись с комфортной и увлекательной морской прогулки, вы сразу же можете погрузиться с корабля, но не на бал, а в бокс. Боксеров 18 каждый бой финальный. На импровизированной трибуне, а не в ринге, один из лучших крымских боксеров Вадим Кудряков, участник чемпионатов мира и Европы, знает. Дома помогают стены, а на кубке командующего флотом море. Ребята боксируют у себя дома, у них поддержка идет от местных зрителей, и выйти проиграть, я думаю, у них у кого нет желания. Жарко из-за ширмой бокса, высоких достижений. Перед тем, как выйти один на один, будто гладиатор на арену, нужно пройти традиционный ритуал для джентльменского спорта. Тщательная разминка, тейпирование, аутотренинг. Ну, естественно, перед боем нужно очень психологически, морально настроиться, потому что ребята приехали непростые. Крым и Севастополь выступают под знаменами одной команды. В ринге Константин Луговской из Керчи. 19-летний спортсмен впервые в весовой категории выше привычной на 3 килограмма. Итог – победа, но доставшаяся ценой ссадин и гематом. Ну, тяжело, тяжело чувствуется, прям очень сильно чувствуется. Я рассчитывал, ну, я понимал, что соперники сильные все, но рассчитывал, что габаритами хотя бы будем одинаковыми. В зале боксерского амфитеатра сегодня аншлаг. Почетный гость турнира, чемпион мира по разным версиям Денис Лебедев. Именно в городе герой он готовился к заключительному поединку в карьере. К сожалению, проиграл, но проиграл, наверное, чтобы понять, что уже время подошло, пора заканчивать. Но мне оказалось здесь такое содействие. Крымчане и севастопольцы против студентов из остальной России, как советские солдаты при обороне Севастополя. Стеной после четырех поединков Сухая 4-0 досталась спортсмену из Якутии с монолитной фамилией Эверестов. Чемпион региона не стал неприступной вершиной для соперника – симферопольца Алексея Ханова. Конечно, видно. Главное – опыт. Для всех участников, независимо от результата, приготовлены эксклюзивные призы. Их вручает лично главный организатор турнира, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов. В городе герои ценят традиции бокса. А следующим турниром, который пройдет на Графской пристани, станет уже не новой, а возрожденной памяти героев Севастополя. Тарас Бризицкий, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет», Севастополь. На этом у меня все. Оставайтесь с телеканалом «Миллет». Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова